Всем утро доброго, если кто меня слышит. Люди плохо молятся на коленях, а у меня вот с утра, каждое утро, а жалко, с 5 утра просыпаюсь вот, с 5 утра, и не сплю, Владимир жалко будет вставать, а у нее начинается процедура, а вот выгнать ее, мне душа не позволит, жалко. У нее начинается процедура, процедура сделать, начинает отмечать играми, что у нее все получилось хорошо, вот, я разгуливаюсь, а потом встаю, вот там печку-то пить, и на коленях драить. Сними приближение, включи, что там творится, если сможешь, нет, там страсть могучая, туман, туманище, здесь конечно же не видно, но там жуть, там такой туман, как будто бы заново пришла зима, холодильник, то вроде бы как... Нет, зимой туман, редко бывает. Да? Это волосы не только. Вроде бы как... А? Гора валит. Вроде бы как к весне тянет, а? Глянь, все прям тучами зазвуком. Угу. Вот такая вот утречка. Че я хотела это поговорить? Девчонки, мальчишки, девчонки, кто там смотрит мой канал, никто ничего не переживает. Это... Насчет этого человека, там, и человеков, кто там все это пишет, там все это... Вот. Ну и все эти бреды, которые я вчера почитала, там, поняла, кто это есть сразу. Вот. Вовсе там может она и не какая-то, а просто обычная может. Женщина, у которой просто немножко с психикой не в порядке. Вот. Вот. Я поняла по текстам, когда уже вникла, немножко почитала. Вот. Потом, че хотела сказать. Я, слава тебе, Господи, из ума не выжила. Это, во-первых. И даже если заявитель, там, какие-то заявления будет писать. Во-первых, если ко мне там кто-то придет, я имею право без... Если даже там какой-то аноним, я даже сговорить не буду. Это, во-первых, я имею право знать, кто и что домогается. Во-вторых, чтобы я могла подать ответную жалобу за домогательство регулярно и плюс угрозы. Все у нас со скринином. Между прочим, скринить мы умеем. Как ты там думала, что... Все. Не перебивай. Перепись. На лесочке. Потом слушай. Имею право знать. Имя, фамилия, данные этого гражданки, гражданина, кто-нибудь. Нет, от отчества. Во-вторых, любой гражданин или гражданка не имеет заниматься никакой деятельностью, о которой она там пишет. Такие бреды про уголь какой-то. Я что, дороги буду мести, но ей целовать. Ой, там просто лучше это. Лучше это не читать. Лучше мозги вынуть и почитать это. А потом обратно ставить. А потом обратно ставить. Обычный гражданин, это только определенные органы имеют право заниматься всякой такой родной деятельностью. Потому что это будут поднимать документы, архивы и прочее. И все эти бреды, короче. Во-вторых, человек, который постигает на чужое жилье или в IT, это считается проникновением. Это статья. Без разрешения. Это статья. Во-вторых, съемка здесь. Съемка. Без моего согласия. Категорически запрещена, да. Тоже. Это все тоже есть на все статьи. Так что все эти бреды. Если такие... Полная фуфлень. Если такая там умная... Все, что я хотела сказать. В статьях тебе разберемся. Больше я об этом разговаривать не стану. Касаться этого разговора. Портить свой канал каким-либо образом. Можно я тоже... Я обвиняюсь. Вы говорите тоже. Вот я с утра там еще даже на себя не гляну. Вы говорите тоже. Как он там пишет, типа, как его... Что, типа, я там не разбираюсь, записать не умею. Аж подумали, что адвокат писал. Вот помнишь, вот этот комментарий я писал. И ты писал все мое. Как его... И что там она пишет? Это что она тебе в статьях там разбирается. И свои... Да. Хорошо. И своими двумя дипломами. Засуни к себе. Эмиль, все. Все. Я свое сказал все. В одном месте, а то давно туда я им... Да. Не вставляю. Что? Ну, все. Это... Как ее... А что я хотела сделать? Малисенькое дополнение. И все. Я отвечаю, что я с этой темой завязываю. Что... Что это не порция канала. А Эмиль тут просто проговоривает. Для маленького дополнения он говорит, что там два образования. Тем более, если два образования... То человек должен понимать, что... Все, что там, вот они пишут, это такой бред. Я просто в шоке. Это... Тем более, если грамотное образование. Тем более, должна... Должен человек понимать, что... Там проникновение на территорию там частное. Личная неприязнь. Не имеет права служить поводом для... Того, что они там пишут и обсуждают. Это там... Все, что они там... Ой, это там вообще за гранью, короче. Устанную. Личная неприязнь, как говорится, довела этих... Нет. По-моему, одного все-таки. Больше всего там какого-то вот этого... Персонажа. До... Уже это... Да, это уже не раздвоение личности. Не путайте. Раздвоение личности и шизофрения. И раздвоение. По-моему, она уже эта... Женщина там или кто... Уже скоро будет слышать голоса. Потому что там... Там такое... Я почитала. Не больше даже заходить. Если уж там что-то какие-то эти угроз будут, буду. Просто просить Емелью, чтобы он за это заскринил. Вот. А так там... На видео записывать. А то могут скриншот сказать, что это... Типа фотошоп. Или еще что-нибудь. А видео уже... Не скажут. Так что эту тему я закрыла. И... Какой-то там такой лес, что это... Там... Тайга. Тайга. Тайга непроходимая. Так что... Она опять отдыхает. Всем добра. Ну, вот эти кружки снять. Приготовить по-другому. Ну, повернись на камеру. Ну, как же я не покажусь. И царафон. И очень хочется быстрее уже траву и весну. У людей посмотришь, уже травка везде. Как же... Прямо где-то уже вообще... Прямо чуть ли не лето. А у нас... Супер зима. Обычные макарошки, короче. Емель говорит, давай гречи там осталось разогреть. Ну, куда? Ну, жак мне. Это... Нет. Не буду и все ни в какую. Бесполезно. Вот крупы какие-то. Там вот... Перлова греча или что-то. Пшено там тем более. Горох. Бесполезно. Это закрытая категоричная тема, которая... Разговаривать. Зато вот дошираки. Как их там... Пельмешки. Ну, пельмешки-то вообще... Святое блюдо. Да. Я говорю, иметь... Какое дерево в раю? Пельмень. Пельменное, говорит. Там пельмени растут на дереве. Пельмень святое блюдо. Кукулярский дерево. Пельмены, говорит. Там пельмень прямо растут. Прямо на дереве. Это я с детства, кстати, говорил. Ой. Быстрее бы уж немножечко. Я бы сходила где-нибудь, погуляла бы. Какие-нибудь места где-нибудь красивые, что-нибудь природу. Как уже надоело сидеть дома. А если бы уж там решили куда-то там ехать или что-то сняли бы, показали и гордую квартиру, и все бы. Ну, все, ладно. Это великая тайна. Друзья, я хотела спросить вот немного позитива. Вот, если кто вот, ну, как объяснить. У кого что, вот, любимые вот блюда. Кто пробовал что-то экзотическое. Может быть, каких-то кальмаров, креветок. Может быть, крабов кто-то пробовал. Может быть, там, маракуйя. Вот. Вот кто что в жизни, вот, ну, попробовал. Может быть, кто-то расскажет, насколько это вкусно поделиться. Какие-то впечатления свои. Какую-то нотку. Чего-то такого вот. Как объяснить. Хоть что-то сейчас такое время, чтобы разбавить. Немного позитива. А вот, вот сейчас все это вот, как бы то ни было, как сказать. Ой, да нас там это не касается. Или что-то такое. Все, что вот сейчас происходит. Я про войну. Как будто ни было. Так ты не скажешь. Вот. Нас это не касается. Самое ли что-то такое. Мы об этом там даже и не думаем. Вот. Поэтому, может быть, хоть немного разбавить какие-то мысли. Пишите, если есть возможность. У кого вот что-то такое вот осталось какое-то необыкновенное впечатление. Кто что в жизни покушал. Может, что-то улиток ел. Пробовал. Может, кто-то там какие-то экзотические фрукты. Или что-то любимое. Какое-то блюдо. В общем, что-то такое хорошее. Такое что-то сверх запоминающее. Я, кстати, готовить буду сегодня, когда фарш разморожется. Котлеты. С улком. Что развалилось? Вот про кошку что-то уж хотела сказать. Ну, поверни себе лицо. Это. Как ее. Действительно, некоторые, как вот, к примеру, Захча, она уличная больше. Правильно? А это домашнее. Это домашнее. Вот. Это. Она ест все вподряд. А это, это только корма давай. Ну, да. Вот какие странные. Так. Сегодня котлеты будут есть. Это фарш обыкновенный. Я замариновала, подсолила лучок, потерла на терке. Две луковицы. И замариновала с хмели-сунели. Сейчас, когда фарш растает, я котлеточкой сделаю, наверное. Вот. А может, сегодня все даже блинчик сделаю, я не знаю. Это что, угостили, что ли? Или покупал? Угостили? А, я этот, да. Это, как его, с помидорчиком, морковкой, может, плов, плов, может, бурюхотой сегодня еще. Не знаю, видно будет. Насчет плова не знаю, а вот насчет, как его, котлет, это уж точно. А насчет плова и блинцов не знаю, потому что... Блинчики не надо, зачем? Потому что мне, вон, это, как его, кашу поставить надо доесть. Сейчас чайку поставлю, как ее. Поставь там чайку, пожалуйста. Это. И по чайской иконы сегодня взяла у женщины. Дай Бог здоровья всей семье, всех благ. Да хранит Господь. Я быстро. Ну, хорошо тебе просто в этой майке. Ну, в этой майке чай. Давай чай, ставь. Давай чай. Хорошо, ставь чай. Теперь я решила отдельно. Ну, съедим. Так. Еще. Один нам, один маме. У нас все на пополам. Четыре конфетки им, четыре нам. Так. Чего я хочу еще? А, сейчас масло добавлю. Подожди. Теперь. Угу. Чего там? Как его? От солнечного масла закончилось. Короче. И сала сегодня не было, да? Не было сала? Угу. Ни косточек, ни сала, да? Поэтому я к карачок пришел. Тут я сейчас все это разберу. Мы сядем. Нормально. Я сейчас все это здесь. Ну, я за компьютер, как обычно. А, ты там поедешь? Да. Ну, я тогда здесь уберу. Вот. Так. Сейчас я яйца пожарю. На, так, да. Ну, я сейчас после видео возьму. Вот эти, вот эти, вот эти вкусняшки. Ну, это конфеты. Шоколадная. Ну, зачем все надламывать-то? У меня просто. Разные, короче. Ваймовая. Да. Мы все напополам. Лимонная. Или ванильная. И белая. Ванильная. И белая, да. Все надломала. А мы напополам все. У нас все вообще на всех уровнях. Ладно. Это. Тогда туда. Сейчас я там милочку пожарю. Глазунку. Давай. Сейчас. Пытаюсь, короче, жарить болицы. Это. У меня масла нет подсульсом. Я на самом деле. Так смазывай немножко. Вот таким вот салом. Пытаюсь кое-как жарить. Сахача пришла, нагулялся. Грязный поросенок. Обрякнулся. Хопечки спать. Сними ее морду одну. Гулящая женщина. Окошка. Шучу я. Ну, не так вот. А сейчас потом тогда котлеты. Угу. Сейчас в лицо тогда отделусь. Угу. Так. Ну, все. Что это, еще будет две сковороды готовиться. Вот еще и там еще сковорода стоят. Угу. А поджарчики. Для ассоциации. Ммм. Не досолью капельку. Ммм. Все вкусно. Ну, поджарчики есть. А блинцы понравились? Ага. Вкусные. Сейчас я капельку посолю. Не надо. Они норм посоленые. Да? Да. А по-моему, не досолен. Да не норм. А то пересолишь еще. Спасибо Господь. Ну, я капельку. Ой, ой, ой. Нам много хватает. Дай. А он? Это поджарчики просто. Угу. Такие. Обычные котлеты. Короче. Ну, все.